Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно Работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Добрый день уважаемые дамы и господа Напомню вы слушаете радио Народная волна На частоте 14.30 м 99.1 Фм На нашем веб сайте radioinvc.com Ну и конечно же на нашем канале в ютуб Также называется radio nvc Регистрируйтесь, зашли, посмотрели Кликните кнопку subscribe И будете нашими подписчиками И всегда будете в курсе всех событий Которые происходят не только в США Но и вокруг земного шара С вами в студии работает Олег Патлых, Анатолий Червец Добрый день Меня зовут Сергей Зацепин Так, с чего-то я хотел А, вот с чего Много лет на радио Новая жизнь работал Вел программу Учимся говорить Или как-то, по-моему, так называлось Абрам Кашпер Да, конечно Профессор Кашпер Я думаю, что многие Еще бы Многие из радиослушателей знают И помнят его Так вот у него вчера был день рождения И ему бы исполнилось Сто лет И интересно Я думаю, что есть люди Которые Которые помнят его Конечно Помнят Во-первых, помнят Во-вторых, его могила К сожалению Находится рядом с могилой Моей бабушки Так что я вижу его Довольно часто И вспоминаю довольно Интересные передачи были Очень интересные Многие люди любили Эти передачи Чуждали их Энтимология Слово Я тебе более скажу Я не помню Чтобы он когда-либо обещал Объяснить какое-то слово И забывал Он всегда выполнял Он записывал вот эти вот Слова Когда люди задавали вопросы Не было ответа Он всегда Прошел войну Да Он прошел войну И так символично В День Победы С чем мы всех поздравляем С днем окончания Великой Отечественной Или Второй мировой Второй мировой тоже Скорее Войны Ну и Надо добрым словом Помянуть Профессора Кашпира Обязательно Земляным пухом Конечно Всегда Жил вот этими вопросами Ему когда задавали вопросы Он настолько Прямо аж Радовался Когда им говорили Уважаемый профессор Кашпира Почему мы говорим Вот так и так Да Ну что ж А теперь Что-то Он был не только профессором Кстати Те которые вспомнят его Он же был Переводчиком Во время войны Да Он работал переводчиком В штабе разведки Где Допрашивали пленных Языков Ну и так далее То есть человек действительно Прошел всю войну Светлая память Да Ну а теперь наверное Перейдем К насущным Вопросам Начнем с нашего штата По прежнему массируется вопрос По поводу поднятия налогов Никак Никак демократы не могут Уже даже цифру сказали 44 процента 44 цента Поднять налоги на бензин Поднять налоги на то На все новые фи Поднять Увеличить фира Всевозможная регистрация Регистрация автомобиля То что каждый год Мы покупаем стикеры Увеличить вот это То есть собирают деньги И еще одну аферу придумали Заменить Ченжинг тейблс Вот эти вот детские Да В туалетах В общественных В разных местах Стоят такие столы Ченжинг стейшн В основном Панда называется Компания Которая открывается Пластиковые такие И цена Этих столов Рейндж довольно большой От ста до тысячи долларов Разные производители Разных цен И вот Наши мудрейшие законодатели Которые так пекутся О нашем благополучии О благополучии жителей штата О благополучии Налогоплательщиков Думают о том Я не знаю Подготовили билл Который требует Замену всех этих столов То есть На что? Я кстати это пропустил Поэтому интересно На другие столы Ага Ну такие же Может другие Ну может те Которые сейчас установлены Стоили всего 100 долларов Они решили установить По тысяче долларов И получить отказ За это Хорош Ну да Я хотел сказать Интересно А как же по другому Кто будет производителем Вот этих столов Будем сразу знать Кто дал откат Естественно Давайте прикинем в звонок Добрый день Можно парочку слов Очень коротко У Абрама Иосифовича Я был Конечно Каждый год 9 мая Он Я жил в Дисплейнсе Он жил в Чикаго Я заезжал За ним Мы с ним ехали Он очень мало Видел окрестности Был невероятно Благодарным Ну ангел Очень удивительно Что ни одно радио Не вспомнило Не передало Никто с песней Не заказал Спасибо вам большое Что вы Это сделали Кстати Он участвовал В допросе Паулса И тот ему подарил Ножнички До стрижки Усо Это он сам рассказывал Как-то пораду Но я не буду больше Ваше время Занимать Спасибо вам огромное Спасибо за то Что позвонили Спасибо Кстати Он был киевлянин Спасибо большое Киевлянин Да Так что я могу Завернуться Моим земляком Спасибо Когда узнал Что ты Его земляк Вот тут Я тоже Того Гожу Ты тоже Мой земляк Он Он никогда Не работал На нашем радио Но я Иногда Когда мне удавалось Слушал Трогатель Очень программы Я обожал Его передачи С таким С такой душой Так серьезно Относился К ним Готовился Старался Ответить На все вопросы Причем Знаешь Интересно Я Я не смеюсь Над этим Это просто Действительно Мило У него Был Такой Очень Сильный Акцент Такой Выговор Не акцент Даже А выговор И всегда Это было Очень мило Слышать Когда Говорили Профессор Филолог Абрам Кашпер А он Потом Говорил С таким Ну Это Не в обиду Ему Это Просто Действительно Таким Маломестечковым Выговором И это Всегда Очень Звучало Трогательно Он говорил Я люблю Итальянский Специализируюсь Во французском Добавьте К этому Знание Немецкого Польского Испанского И английских Языков На минуточку Да Всего Навсего Уникальный Ну и вот От светлой памяти Абрама Кашпера Вернемся Опять К нашим Иллинойским Прохиндеям Которые сидят В Спрингфилде То есть Украли Наши деньги Ну Я Видел Эти столы В разных местах И так Ну нормальные Столы Дуржу И как часто Ими пользуются Как часто Папаши Ходят Меняют Ребенку Там Памперсы На этих Столах Нет Поменять По всему Штату Вы представляете Какая куча Денег Будет Потрачено На совершенно Бесполезную Вещь То есть На замену Одних Столов На другие Но зато Кто-то Нагребет Сев Карманы Или В избирательную Компанию Знаешь Я думаю Что все-таки Ну есть же Какие-то Ассоциации Я не уверен Какие Но например Даже хотя бы Одна такая Компания Как Волмарт Да Я думаю Что у них Достаточно Серьезные Адвокаты Для того Чтобы пойти Ведь Это частная Компания Это же Не государственная Они могут Выдать Указ В государственных Помещениях Там поменять Но частная Компания Я думаю Что им Это будет Немножко Дороже стоить Просто От нечего Делает Заменить Ну я не знаю Вчера Кто-то Слушал Мою Речь Пламенную Но Сереж Штат Или Ной Выдолбил Сейчас Они Речь Дет О паблик Билдингах Не о частных О А паблик О Потому что Частная Ты Представляешь Заставить Час Пойди Пободаться С Волмарт По поводу Замены Всех Столов То есть Извините Перебил Да Но Штат Иллиной Рассматривает Билл О том Чтобы В школах Начать учить Историю ЛГБТ Да Я хочу знать Только одну вещь История Это какая История Когда она Началась С каких Времен Они начнут Ее Отсчет И как Они собираются Ее Обучать Ну Я Сделал Пост По этому Поводу У себя На В ленте Да А и кто-то Очень Хороший Комментарий Сделал Историю Хорошо Учить На примере Содома И Гаморы Чтоб Назидание Было Да Это тоже Правильно Еще беда В том Что когда ты Затрагиваешь Эту тему Тебя сразу Обвиняют Комофобии Вот Например Баффало Гроф Готовится Парад Прайд Парейд Я никогда Не понимал Вот Смысл Этих Парадов Что эти Люди Хотят Подчеркнуть Давай Добрый день Добрый день Будьте добры Прокомментируйте Пожалуйста Повестку Сыну Трампа Спасибо Обязательно Обязательно Парад Гордости Да Я хотел Просто Я не понимаю Что за особая гордость За чьи Права Они борются Ведь Эти люди Они не ущемлены Никакими правами Они Наоборот Даже порой Работодатель Он Боится Непринято Работать Этих людей Наоборот У них какое-то Преимущество Негласное Что ли Что они Хотят показать Этим Я вот Они хотят Показать Этим Всю скудность Законодателей Нашей стороны Причем Этот парад Он Он крутится Вокруг Вот этой 12-летней девочки Родители Ее устроили Вот эту Вот Показуху Я по-другому Бы не назвал Ну Это хоть парад А вот то Что произошло В Колорадо Я не знаю Девочка Она или мальчик Как правильно Называть Вы наверное Слышали Трагедию Трагедию В Колорадо Да Опять Один мальчик Убит Да Причем Мальчик Который бросился На Другого С пистолетом Который стрелял И погиб И трое По-моему Раненый И соучастница У этого стрелка Была Соучастник Или соучастница В общем Это конфьюжн Это девочка Которая Находится в Транзишн Из девочки Превращается В мальчика И она Ненавидит Христиан Потому что Христиан Она считает Гомофобами И вот таким образом Они отстаивают Права ЛГБТ Кю И дальнейшую По алфавиту Вот так Они теперь Не просто Парады устраивают Они теперь Стреляют Ну раз Ты уже затронул Эту тему Стрельбы В Колорадо Ты слышал Последние новости По Именно По этой По этой Стрельбе Оказывается Пять месяцев Тому Назад Школа Получила Письмо О том Что Вот в школе Там такие Неприятные Волнения Ходят Именно по поводу Вот этих ЛГБТ И так далее И вообще Что в школе Идет полный Разврат И пользование Наркотиков И так далее И школа Вместо того Чтобы отреагировать На это Как-то Ну приняв меры По безопасности Школьников Они наоборот Подали Иск Судебный Против этого Человека По так называемой Дефамейшенов Керактор Так что Вот тебе Пожалуйста То есть Вместо того Чтобы Обезопасить Своих детей Школа Обезопасила Или пыталась Обезопасить Себя И еще Подала Встречный Иск Ты помнишь Сколько у нас Было передачи Разговором о том Как обезопасить Детей Причем После вот этих Мессив Шурингс Когда мы Говорили о том Что Почему не ставят Металлодетекторы До сих пор Нет никаких Ни металлодетекторов Ни полицейских Вооруженных Которые стоят У входа Ну Солида приняла Вот сейчас Все это разговоры Пока Давайте Я хотел предоставить Слово Евгению Жахману Который Много лет Работал вместе С Абрамом Кашпером Евгений Здравствуйте Добрый день Добрый день Пожалуйста Поделитесь Своими воспоминаниями И Так сказать Мыслями По поводу Профессора Кашпера По поводу Совместной работы Я Я считаю Что мне повезло Как и Всем тем Кто общался Имел возможность Общаться С Абрамом Мощем Кто работал На радиостанции Вместе с ним И Встречался На встречах Ветеранах Дело в том Что конечно Это был Необыкновенный Человек Человек Того поколения На долю Которого Пришлось Встать Встать И Защищать Свою родину Встать Не со школьной парты А Со студенческой скамьи Потому что Как раз В июне 41-го года Абрам Кашпер Заканчивал Киевский Университет Силфак И вот он Рассказывал Неоднократно По специальности И готовили Часть Студентов На пехотных командиров А Другую часть В том числе Которую попал Он На летчиков Наблюдателей Ну Почему-то Все это было Неожиданно Свернуто Обещанное Звание Лейтенант Он не получил Как и Некоторые Его Однокурсники Поэтому На фронт Попал Попал Пехоту Предовым Но Быстро Выяснилось Что его Великолепное Знание Несколько Иностранных Языков С первого Чуть Конец Это же Немецкого Оно Привело К тому Что он Попал В разведку И вот В разведке И провел Большую Часть Войны По его признанию Самое тяжелое Время Прочлось На боях Под Сталинградом Неоднократно Неоднократно Были Как он сам говорил Шансы Погибнуть Потому что Превосходство Немцев Особенно В воздухе Было Полное Это я Практически Цитирую Строчки Из его Интервью Которое Я записал Буквально За несколько Месяцев До того Как его Не стало Это вот Была наша Последняя С ним Встреча Так вот Самое Самое Такое Вот Впечатление Тяжелое Это были Бои по Сынградам То есть Сталинградская Битва И тем Радостнее Было Для всех Ее участников Естественно Для всей армии Для всей страны Поскольку Завершилась Она Как известно Победой Капитуляцией Армии Шестой армии Паулис Это был Кстати Первый В немецкой Истории Фельдмаршал Который Сдался В плен Ну Собственно В то время Абрамович Уже получил Желание Лейтенанта И он Занимал Должность Начальника Средственной части Разбитодела 65-й Армии Батова То есть И как раз Непосредственно С самим Генералом Батова Он встречался И по окончании Битвы Группу Советских Писателей Которая Приехала В район Сталинград Уже по окончании Боев И в том числе У него есть Автографы И он Рассказывал Неоднократно В своих встречах С известным Советским Писателем Ильей Оренбурга Что же касается Да Димбург Назал Сном Звание Капитана Ну и потом Преподавал Долгое время В Киеве В одном из Военных Училищ Готовил курсантов А что касается Непосредственно Его работы Здесь В Пикаго Работы на радио Ну я думаю Многие радиослушатели До сих пор Помнят эти Увлекательные Интереснейшие Познавательные Тут можно Много эпитетов Прибавить Его программы А самое главное Для меня Что я вынес Из общения С этим человеком И что осталось В моей памяти Помимо Высотенного Интеллекта Я не боюсь Этого слова В превосходной степени По-моему Он Побуждал Нас Во всех Слушателей Всех тем С кем он общался Желание задуматься Помыслить Я думаю Это Самое главное Сейчас Вспоминая Встречи И вспоминая То общение С этим Человеком Я еще раз повторю И скажу То с чего Я начал Я очень благодарен Тому Что Судьба Подарила Встречи С таким Обыкновенным Человеком Абсолютно Уверен В том Что К моим словам Присоединятся И Среди Другие Люди Которые Счастье С ним Общаться Пожалуй Коротко Рассказывать Нужно Много Есть несколько Сет Его с интервью С программами О разведке Вообще О его Службе О войне Ну вот Пожалуй Так Спасибо Евгений Спасибо Большое Спасибо Всего вам Доброго У меня есть Приятель Отец Которого Преподавал В этом же Училище Его называли Квирту Это Высшее Радиотехническое Училище И он Преподавал В этом Училище И он Очень хорошо Знал Профессора Кашпера И вот Он очень много Интересного Про него Мне рассказывал Помню Более того Я вспоминаю Когда мы Приехали в Америку Тогда еще Не было столько Русских Газет Русских Радиостанций Которые вещали Чудо не целый день Вот И он Когда выступал По воскресеньям Я помню Моя бабушка Покойная Она так ждала Кушать Вот Да Ну что Давайте мы сделаем Большой перерыв Переведем до камня Переварим информацию После чего Обязательно продолжим